Привет! Сегодня я хочу вам рассказать, как настроить кассетную деку Азибут-головки на конкретную запись на аудиокассете. Хотите какую-то кассету, скажем, оцифровать или просто послушать в максимально возможном качестве? Ну, то есть, так как ее записали на другом магнитофоне, скорее всего, записали, а не на том, на котором вы будете это все делать. Вот это я вам расскажу в пару простейших способов, как добиться того, чтобы кассета звучала максимально качественно. Для начала пару слов. Как известно, магнитофонов бывает много. Они все, когда выходят с завода, настраиваются, естественно, как бы по стандарту. То есть, есть некие стандарты. Вот смотрите, да, лента. Видите, да, какая ее ширина? Вот на этой ленте четыре дорожки. То есть, две. Это воспроизведение стереозвука в одну сторону, и две. Это воспроизведение стереозвука, соответственно, в другую сторону. Так вот, а магнитная головка при этом может быть подкручена. То есть, вот представьте, да, она либо вот так вот, в параллельной ленте, или под углом, туда-сюда. То есть, чуть-чуть там какие-то, не знаю, доли миллиметров, да, имеют значение. К примеру, может быть так, что вы записали на этом магнитофоне, вставили кассету в этот магнитофон, и у вас звук отличается. Здесь звучит так же, как источник звука, который вы подавали при записи на кассету. А здесь явно слышно, что как-то, ну не так звучит, меньше высоких частот, скажем так. Звук смазанный. Все почему? А потому, что магнитные головки на одной деке настроены не так, как на другой. И да, если вы имеете дома у себя кассетную деку, вы ее купили, и никогда раньше на ней не крутили головку, то есть, вы не подстраивали азимут головки. Если вы с завода, грубо говоря, купили, никогда не крутили, и все кассеты, которые у вас есть в коллекции, были записаны на этой же деке, то вам делать ничего не нужно. То есть, как записали, так и воспроизвели. Головка уже, получается, настроена. Но что делать тем, кто покупал кассеты, ну не знаю, в разных студиях звукозаписи, да, или записывал на разных магнитофонах. Естественно, на одном аппарате, на котором ее записали, она будет звучать так же, как и записали. Но на другом аппарате, на котором головка настроена по-другому, она не будет звучать. Нужно подкрутить. Собственно говоря, сейчас этим займемся. Как это делается? Да на слух. Вы включаете, и просто, вот головочка, подстроечник слева такой, ну, крестовинкой обычной, чаще всего, и просто крутите, слушая запись. Естественно, желательно выбрать запись в том месте, где наиболее слышны высокие частоты. Цык, 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 цык. Вот поэтому, как говорится, звуку и можно настроить. Но на слух не всегда бывает, что вы правильно настраиваете. Нет, не так сказал. Не неправильно, а даже не знаю, как выразить свою мысль. Бывает такое, что на слух вы настраиваете, слышите стереозвук, все вроде классно. Но есть нюанс. Если этот стереозвук, то есть два канала, превратить в моно, вы услышите, что что-то пошло не так. Что вы накрутили неправильно, азимут головки. Идеальным вариантом является воспроизведение кассеты, подключенное к усилителю, у которого есть кнопка, переключающая стерео в моно звук. То есть, представьте, вы подаете два канала звука, которые превращаются в моно звук. Обе ваши колонки звучат абсолютно одинаково. И вот только в этом случае, если вы будете крутить головку, вы точно поймаете именно правильное положение головки, по которой проигрывается магнитная лента. То есть, цык, 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 будет четко. В моно режиме слышно. Но что делать, если у вас магнитофон и, скажем, компьютер? Вот об этом я сегодня и расскажу. В моем случае я могу делать так, что выход стереозвука с кассетной деки на компьютер при оцифровке я могу превратить его в моно звук. Ну, либо есть механические, так сказать, варианты. Нужно немножко изменить кабель, которым вы соединяете магнитофон, выход его я имею в виду, аудио выход и вход компьютера, аудио in. Сначала, вкратце, по проводам пройдемся. Вот смотрите. Обычные тюльпаны. То есть, у всех кассетных дек, ну, не советских, вот такой выход. Обычные тюльпаны. То есть, скажем, правый, левый канал. И в конце вот такой вот 3,5 дюймовый штекер. Обычно такие есть, ну, наверное, в 9 из 10 звуковых карт, установленных в компьютере. Так вот, стерео, соответственно, штекер, как мы видите, стерео. Чтобы сделать выход отсюда стереозвука в компьютер, чтобы он входил как моно, штекер должен быть немножко модифицирован. А именно, вот купленный в магазине штекер, да, такой же. То есть, если у вас нет такого кабеля, у вас придется его спаять, наверное. Разбираем кабель, что мы видим? Общий, да, ну и канал 1, канал 2. Так вот, если вот эти две пластинки соединить, ну, вы поняли, что получится. И правые, и левые каналы, они смешаются, и будет монозвук. Соответственно, вы тюльпанами подсоединяете к магнитофону, включаете у вас произведение. В компьютер, в аудио, в ход звуковой карты, вы втыкаете подобный штекер, у которого уже замкнут эти два контакта. То есть, и правый, и левый, и смешанный. И вы слышите монозвук. И, соответственно, в это время начинаете крутить. Как только цик-цик точно звук не плывет, и наиболее правильно звучит, вот это оно и есть. Все, далее подсоединяете обычным штекером уже с разомкнутыми контактами, ну, и цифровите кассету. Ну, или слушайте, не знаю, как там, в вашем случае, для чего вам нужно это. Я просто хочу рассказать, как я делаю цифровки. Чтобы наиболее точно звучал звук. В любом случае, нужно все это настраивать на слух. И, да, в наушниках тяжелее настроить, чем просто, когда у вас звучит музыка из колонок. Не знаю, почему, в наушниках бывает накручиваешь, а слушаешь на колонках, и на колонках чуть-чуть нужно подвернуть. Вот как-то более точно, что ли, звук придется? Не знаю, наушники, может быть, как-то скрашивают звук. Ну, по крайней мере, у меня. А еще бывает такая возможность сделать из стерео моно непосредственно в настройках звуковой карты на компьютере. Попробую это продемонстрировать с экрана монитора. Моя звуковая карта это позволяет. То есть, я могу сделать так, что включаю здесь воспроизведение. На звуковой карте левый и правый канал как бы свожу в ноль. И, по сути, монозвук получаю. То есть, просто за счет настройки в драйверах звуковой карты. Но это далеко не на каждой звуковой карте можно сделать. Ну, а если это можно сделать в вашей звуковой карте, вам повезло. Проще всего, таким образом, настроить азимут головки правильно под конкретную запись на конкретной кассете. Вот так. В общем, сейчас на экране монитора включу запись оцифровки с экрана, включу микшер своей звуковой карты. Здесь воспроизведение. И буду, значит, крутить. И вы послушайте, что я вам вот до этого несколько минут рассказывал. Что я имел в виду, когда в моно-режиме проще всего настроить правильно. Короче, смотрим дальше. Но прежде чем мы продолжим, хотел бы сказать еще пару слов. Я просто забыл о магнитных головках, да, установленных в магнитофоне. Посмотрите, вот головочка. Вот так вот, по центру. Видно, да? Естественно, перед тем, как вы, не знаю, цифрово собрались кассету, желательно все это протереть. Видно, что у меня уже следы на валике запалился. То есть, вот здесь следы. Саму магнитную головку я протирал. В принципе, она чистенькая. Ну, как бы, видно, да? Пыль есть. То есть, сначала, естественно, нужно протереть. Также прижимной ролик, валик, как я его называю. Для меня это одно и то же. Мне как-то спрашивали, что такое валик. Но стену когда-нибудь красили валиком для краски. Нечто круглое, что прижимается к поверхности. Ну вот, поэтому я и называю прижимной ролик валиком иногда. Уж извините. Так привык. Так вот, что я хотел сказать по поводу головок. Головки, в моем понимании, бывают разные. То есть, у них, да, мы видим две полосочки. За счет них происходит запись и считывание информации с кассеты при воспроизведении. Так вот, эти головки я называю, даже не знаю, как сформулировать, если честно. Широкие головки и узкие. Дело не в размере. Они абсолютно все одинаковые будут. То есть, какие-то у них параметры, да? То есть, там, по ширине, по толщине они будут все одинаковые. Что я имею в виду по словам широкая голова? Это значит, что если вы записали на широкую голову, то при воспроизведении этой кассеты на другом магнитофоне вы можете крутить подстроечник, скажем, полуоборота туда, полуоборота сюда, а звук все равно будет классный. То есть, не уйдет. По высоким частотам я имею в виду. Есть узкие головы, которые вы настроили, и буквально если я эту кассету на другом магнитофоне попытался, значит, под нее подстроить другую головку, там чуть-чуть, я не знаю, там, на 3 градуса вы отвертку повернули, и уже слышно, что звук изменился. То есть, есть широкие головы, это те, которые прописывают таким образом, что на других магнитофонах на большинстве аппаратов будет звучать нормально, скажем так. Есть узкие, которые нужно постоянно подкручивать совсем на какое-то там чуть-чуть, на минимальное значение. Вот в этом аппарате, кстати, голова не широкая. В том смысле, что записал, чуть вбок, все, звук ушел. А есть у меня другой аппарат, техник с 575, а вот на нем широкие головы. То есть, записываешь на нем, на другом магнитофоне можно крутить туда-сюда, а звук не будет меняться. То есть, в том плане, что прописываемые дорожки, ну я вам показывал кассету, да, вот разделить ее на 4 части, там каким-то образом более широко прописываются, я не знаю. И несоответствие настройки азимута головки не влияет на качество воспроизводимого звука. Ух, я это воспроизвел. Так, я думаю, понятно, да? Не знаю, зачем я вам рассказал про головки широкие-узкие, но вот я так это называю, широкие-узкие. Бывает, поэтому некоторые кассеты можно воспроизводить. Ну, скажем, я часто делал цифровки с техникса 575. На нем я никогда не крутил головки, вообще. Они просто не крутят. С завода как настроили, они там прикипели, приржавели, я их никогда не крутил. На этом магнитофоне, ну до последнего времени вообще не крутил. То есть тоже там имеется, ну, было залито, да, краски, вон еще следы остались. То есть на эту головку я не крутил с момента покупки магнитофона буквально до недавнего времени. Две-три оцифровки, последней, которую я делал, я все-таки решился покрутить, поскольку этот аппарат воспроизводит наиболее качественно. Ну, в случае чего я всегда смогу настроить его обратно, потому что у меня есть кассета, записанная на нем. Соответственно, как я сказал, головка узкая. Включаю кассету на нем ранее записанную, подстраиваю и получаю ту же самую настройку, как было с завода на этом аппарате. Так, теперь что? Ну, теперь оцифровка с экрана монитора. И я буду показывать, каким образом программными средствами стереозвук, выходящий с этой деки, превратить в моно. Ну, и буду параллельно подкручивать только вот такой вот отверткой. Короткая просто не достает на головке. Это достает. Ну, и вы услышите, не знаю, как я смонтирую это все, но как-то смонтирую так, чтобы было вам слышно, как я кручу, и результат. Вы услышите стереозвук, монозвук, как я буду подстраивать. Да, эта кассета специальная, я записал ее вот только что. Несколько треков, в которых, ну, есть цик-цик-цик, да, ярко выраженные высокие частоты, то есть, чтобы было проще настраивать. И в данный момент эта головка специально мною расстроена. То есть, я записал, а потом взял и покрутил головку. В общем, теперь уж точно все, с экрана компьютера пойдет. Ну, и мой голос. Итак, с магнитофона кабели подсоединены к звуковому входу карты, то есть, аудио-выход отсюда, аудио-вход звуковой карты. Так, с экрана монитора идет цифровка. Вы сейчас видите мой микшир. Включаем звук. Напомню, кассета настроена неправильно. Азимон-головки настроен неправильно. Послушайте, как звучат высокие частоты. В стереорежим. Обратите внимание, я думаю, мышка сейчас видна. Вот эти вот два параметра. Это как раз-таки правый канал. Я могу крутить больше-меньше. И левый канал. Это то, что я имел в виду, когда говорил, что можно на звуковой карте сделать моно-звук. То есть, вот 100% влево здесь, соответственно, левый канал сюда. Если я переключу сюда, то левый канал будет звучать справа. Слышите, да? И здесь так же. То есть, чтобы настроить моно-звук, то, что мне сейчас нужно, вот эти вот настройки выставляем в ноль. Так, левый канал, ну, проще цифры написать. Левый канал – ноль. Правый канал – ноль. И теперь будет моно-звук. Продолжаем. Учеба здесь. Ну, у нас вкладки. Послушаем, моно-звук. Просто посыпьте лагицу. Правый. Ну, ноль. Видите, что красиво со звуком. Получить исключительный моно. Теперь будем пока зациклыть высокие частоты. И, от леточки, как я сказал, откручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok То есть в моно звуки были правильно звучащие высокие частоты Теперь в микшере меняем снова по 100% Слушаем что получилось А всего лишь я подкрутил подстроечник чуть-чуть В моно режиме И все стало классно звучать То есть вся фишка в том, чтобы правильно настроить Как вы поняли, лучше всего это делать в моно В стерео режиме я мог бы настроить на слух Но переключив моно режим Скорее всего высокие частоты звучали бы неправильно Субтитры сделал DimaTorzok Как вам звук? Ну я думаю, классно все получилось То есть если у вас есть возможность в микшере У вас есть отдельный баланс для право-левого канала Типа 100 в плюс, 100 в минус Ставим по центру и получаем такой эффект Если такого нет, то тогда... Ну, вы поняли Либо настраиваем через усилитель В котором есть переключатель со стерео в моно Либо через кабель, который изначально моно является кабелем Все просто Ну а дальше делаем оцифровку Частотой, которая вам нравится В моем случае я часто делаю оцифровку 44 Ну, либо больше То есть 48, 88, 96 Но, поверьте, смысла нет Поскольку запись на аудиокассете Обычно, ну, предельная Не знаю, там, 15 кГц, да По высоким частотам Некоторые кассеты Четвертого типа На некоторых дорогущих Кассетных деках Можно прописать До 25 кГц Но, опять же, это все Ни о чем И, кстати, да 44 и 48 Разница при оцифровке Почему-то есть Мне 48 не нравится Меньше низов Больше высоких становится Если уже делать То я считаю 88,2 Пробовал и 96 И 192 кГц Моя звуковая карта Это позволяет Но смысла нет Некоторые записи При оцифровке 88 Прям так Ну, очень сочно звучат Но иногда При оцифровке 88 Выбиваются Высокие частоты То есть Они звучат неестественно Всякое бывает Поэтому Компакт-диск Кстати, если вы не знали Вот он записан 44,1 кГц 16 бит Поэтому Это опорная частота На которой стоит оцифровать Меньше шума ленты будет слышно И да В моем случае Когда я делаю оцифровки Ну, вы поняли Я думаю Вы заметили Я показывал Что использовал Компрессор Звуковой карты Эта штука такая Что задирает Вот компрессор Ну, приблизительно С такими настройками Там разные настройки Под разные кассеты При включенном компрессоре Звуковой карты Звуковой карты Это самое шипение Между треками С кассеты Да, при оцифровке Задирается где-то Ну, вот до сюда То есть Минус 40 Минус 38 дБ В шипении я имею ввиду Но при этом Звук более звонкий Становится То есть В тишине Между треками Шипит А как только Начинается музыка Шипение Не слышно Но музыка Громко Становится Так что Такие дела Думаю Я все вам Доступно Объяснил Понимаю Что много Бла-бла-бла Было с моей стороны Но по-другому И не расскажешь Наверное И скорее всего Даже что-то пропустил То что Нужно было бы вам Рассказать Но вы поняли Да И про широкую Узкую головку Что я имел ввиду Как правильно Это называется Я не знаю Но своими словами Я объяснил И про то Что проще всего Настроить В моно-режиме Я думаю Это для вас Не секрет Но некоторые Об этом Просто не знают Из моих зрителей Я имею ввиду И да Еще Смотрите Что делать Тем у кого Просто кассетная магнитола Ну скажем У человека есть Шарф Три девятки Да Некоторые кассеты Классно звучат Некоторые плохо Что делать Да ничего Просто выберите Из своей коллекции Кассеты Которые вы чаще всего Слушаете Ну или считаете С классной записью И подстройте Если уж вам так нужно Разимон головки Таким образом Чтобы эти кассеты Звучали как-то так В среднем хорошо Ну а если С завода Вы уверены Что его никто Не крутил То и не трогайте Просто смиритесь С тем Что некоторые Кассеты Которые вы на нем Прокручиваете Будут звучать Немножко не так Как могли бы По поводу кабеля Моновского Это самый простой способ Стереовыход С магнитофона Моновход В звуковую карту Компьютера И на слух Покрутить Это наиболее Точный результат Будет Как я сказал В кассетных Магнитолах В некоторых Просто нет Линейного выхода Ну Кассетник Да Две колонки Там только на слух Правильно Неправильно настроили Это уже Как говорится На ваш слух Ладно Такие вот дела Всем пока Я надеюсь Я вас не сильно Утомил Своими разговорами В общем До новых встреч Увидимся Если есть Какие-то еще Хитрости Или что-то Я забыл упомянуть По поводу Настройки Азиума Магнитной головки Пишите в комментариях С удовольствием Почитаю Ну А некоторым Отвечу даже В общем Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok